всем привет с вами Жека вы на канале Гараж Глафи мы продолжаем заниматься нашим жижом остались уже там небольшие мелочи которые нужно сделать и я надеюсь что мы уже сможем на нем выехать в город погнали забрали мы наши фонарики значит были вот такие вот желтые нам заменили на такие рифленые прозрачные сделали хотя в комплекте как оказалось были вот такие вот темные прозрачные ну не захотели ставить в общем покажу что получилось светодиоды достаточно качественные дорогие это у нас габарит и стоп отлично да а посредине у нас поворотник сейчас его вот так включу вон габарит и поворотник стоп достаточно ярко светло и так как мы хотели по задумке чтобы было ну все дальше я это все монтирую на жиж и покажу вам уже готовый результат подключил я уже стоп и поворот пока ничего не зажимал потом зажимать выравниваю ну проверяем ну и так как мы хотим выехать в город я разберу все по моему мою двигатель по моему маленький марафет наведем так сказать чтобы людям действительно было показать ну и вот эти вот места где у нас на раме не закрашено я с баллончика поподкрашу а потом когда уже окончательно будет сборка мотоцикла мы раму конечно же отдадим на пескостол все дальше разбирать не буду мыть буду бензином обезжиривать уже калоши по глушителю здесь у нас вот это соединение постоянно было в масле вот Вот, я говорил, что что-то сюда мы намотаем, вот, поэтому у соседа по гараже я вот, я у него давно заприметил её, это то ли асбестовая нитка, ну не знаю, как оно правильно называется, он сам не знает, с чего оно сделано, но это вроде как для камина, и вроде как не должно гореть. Вот, сейчас мы проверим, горит ли оно или нет. Ну, вроде не горит, вот, поэтому нею, ею я, так сказать, попробую, попытаюсь уплотнить вот этот вот стык, посмотрим, получится у нас этого или нет. Ну и насколько надёжное будет наше такое соединение, мы уже увидим после того, как покатаемся, вот, будет ли отсюда вытекать масло или нет. Приобрели вот такой сигнал, это от Явы, да? Это я не знаю, от кого-то. Ну, от чего-то. В общем, поставим место вот такого. Хром, плюс ещё и внутри красный цвет. Сейчас установим, посмотрим, как это смотрится. Переодевался, и вот это моя такая кофточка с мотоциклом. Падла упала в антиприз, грязный, поэтому придётся выбросить. В чём я теперь буду ходить? Поддержите на кофточку. Напишите утешение, хотя бы лайк поставьте и в комментарии что-то напишите, чтобы вы с ней сделали. Так, вот так он будет выглядеть. Бывай, может, пушка-ракета. Можно выезжать. Ещё один момент, у нас шилдик вот такой. Хочется красиво. Вот мы нашли человека, зовут Павел. Контакты оставлю в описании. Сделал нам вот такой вот шилдик. Модель ISH 114.01. Это Юпитер с коляской. То есть всё чётко, правильный шилдик. Надо его установить вот сюда. Есть вот такие специальные гвоздики. Вон там типа... Резьба не резьба. То есть вот эта штука должна, когда забивается, расплескаться и хорошо держаться в отверстии. Как это будет на практике? Я потерял. Да. Гвоздики дорогие. Поэтому аккуратно. Ну, вроде должен работать, да? Я их взял 4 штучки. Потому что потом ещё керама будет перекрашиваться. Но поездить... Поездить нужно сейчас. Тест-драйвы все провести. Тут уже хорошо. Ну да, работает, держится. Всё чётко. И усилили вот эту тягу тормозную. Вот так вот. Вот такими двумя проволоками. Просто... С одной стороны и со второй. Сварочкой Серёга приварил. Точечками и всё. А ну, нажми на тормоз. Ничего. Ничего уже нигде не выгибается. Вот здесь чуть-чуть небольшой. Сгиб и всё. Хорошо держит. Я думаю, проблем не должно быть сзади тормоза. Продолжение следует... что вам сказать тросе газа ехали нормально но сейчас будем думать как отсюда уехать но это получается самодельный так что мы делали обжим либо порвался либо либо выскочил пытка починки тросика газа в полевых условиях взяли такие коннектора попробуем ими зажать насколько у нас там тросик и миллиметр я наверно взял полтора до полтора и двушка тросик получилось починить наверное все-таки продолжим это место ты уже наверно пока мы занимаемся ежом тула это уже как родной дом мы сюда часто приезжаем оставили здесь много денежек и здесь рядышком тоже есть магазинчики купили вот такой свет поехали домой ну чуть-чуть тебя это шлем пол не пол не так серега у меня километров пять назад отобрал ноты привезли сейчас поставили его пока в гараже в моем уже чтобы поближе можно было на нем кататься и какие-то моменты которые по-любому я думаю вылезут определить до момента покраски собственно если хотите посмотреть что дальше с ним произойдет как он полностью покраситься будет офигенно выглядеть посмотреть как тула тула будет выглядеть и еще есть несколько несколько интересных проектов у нас не забудьте подписаться лайк с вами был жека пока пока а а